Как осколками посекло весь двор. Рудакова, 47, квартира 6. Именно сегодня ночью сюда прямое попадание снаряда. Это все, что осталось от квартиры. Я не знаю, сколько раз они взрывались. Да уж, я не знаю, это, наверное, много. И прям тупо в один квадрат. У нас это вообще не достроено, что есть. Последует, а то сколько? Да, вот туда еще. Да, вот туда еще. Да, вот туда еще. Да, там еще мы не зашли. Там люди взглянуло кресло. Это все, что осталось от балкона. Балкон разрушен абсолютно. Рядом находится детский сад. Это детская спальня. В квартире, в которую попал снаряд. Все в пыли, в осколках. Стекла, конечно же, нет. Сейчас хозяева квартиры занимаются тем, что пытаются разобрать осколки, чтобы хотя бы как-то можно было передвигаться по квартире. И вообще волосы потеряла. Но это оно так, есть всю ночь. Теперь дочке. А потом кресло пришлось, я убежала. Тебе очень было страшно? Такое часто у вас бывало именно по улице? Ну, у нас самое страшное было, ямварь, февраль. А потом, как-то вроде чуть-чуть потише. Не было, по крайней мере, таких разрушений. Может и попадало где-то, но не у нас в районе, не здесь. Это вот это приварилось. В квартире до сих пор продолжают находить осколки. Вот сейчас в ковре был найден вот такой осколок. Один и вот еще два. Ну, если тут начнем раскапывать, тут же, наверное, снаряд разорвался. Не знаю, что, но тут я думаю... Это остатки кровли по Рудакова, 47. Сюда было прямое попадание снаряда. Два снаряда легло в один дом. Ночью случилось это. Начался обстрел серьезный? Обстрел, да, начался. Вот это все случилось. Кто куда мог текать, так говорится. Ну, не знаю, что еще сказать. Что оно есть, то есть. Люди страдают. Эта воронка находится непосредственно на территории детского сада номер 30 Чебурашка по улице Рудакова. И это не единственная воронка. Совсем рядом вторая. Осколками посечен фасад. Нет ни одного стекла. Разрушение серьезное. Сейчас работники детского сада занимаются уборкой. Мы находимся в спальне на втором этаже в детском саду номер 30. Даже страшно представить, что могло случиться с детьми, которые бы на момент обстрела находились здесь. Хозяйка квартиры, в которой прямым попаданием сегодня в ночь 31 июля на 1 августа попал снаряд. Расскажите, как это было? Где вы были на момент попадания? Мы были в семье в квартире, собирались ложиться спать. А потом начались взрывы. И все ближе и ближе. И мы еле-еле успели убежать от коленок. Уходим за 2 минуты. Меня толкнуло взрывной волной. Я тут упала. Коленку сильно ушибла. Сегодня были в там пульте. Откачивали жидкость. Но, слава Богу, перелом они. Вот так нас путь сохранил. То есть вы спаслись в коридоре, получается? Получается, да. Слава Богу, что это было не в кухне. А так, думаю, мы погибли все. Мы не просто, не в силах были убежать никуда. Это началось, во-первых, очень резко и сразу, без всяких каких-либо там предупреждений. В общем, нечего. Все, можно только поблагодарить всех за мирное небо над головой. За наших детей, которых некуда бежать, которые в истерике бьются в коридоре. Мне кажется, уже давно пора заключить мир. Там забыть какая-то договоренность. Нельзя так уничтожать мирное население. Нельзя, чтобы люди жили в таком страхе. Нельзя. Нельзя. Это недопустимо. Недопустимо. Президент должен оправдать то, что он президент. Он должен создать мир. А это получается освобождение нас с оккупированной территории. А мы гибнем от кого, непонятно. Когда начался обстрел? Ну, в полуперва ночи. А раньше же сначала началась? Ну, раньше это же не... А так вот, когда бить начали уже, по всем правилам. Тогда полуперва ночи. Что тут можно? Говорите, что тут можно снимать. Что, не видно? Тут же вон снимаете, гляньте. Пожалуйста, где вы были, когда начался обстрел? Дома была. В коридорчике сидела. Стены дрожали, да, когда был обстрел? Да, дрожали бы что. Вот так ходором все с теми ходили. Это ужас. Вон, гляньте в окна. Видите, что ли? Смотрите, он все побегает. Все, все, все. Ну, что делать? Когда они прекратят бить нас? В чем мы виноваты, простые люди? Ну, правильно я говорю? Ну, в чем мы виноваты? Мы проработали на Украину всю жизнь. И в чем наша вина? Вот это я хочу спросить. Мы же не виноваты ни в чем. В чем мы плохое сделали? Хоть в Украине, хоть этим... Вот это стекло, вот. Кудакова 45. И рамы повыскакивали. Это мы же повыбирали тут. И на той стороне. И на той стороне тоже побито. Нам еще ничего там не делали. И холодильник вон. И холодильник вон. О, смотрите. Вот дырки. Вон дырки. Вон дырки. Осколки в квартире. Ага. Газовая труба в квартире перебита. Запах газа ощущается. Скотые такие. Ага, хорошо. Сколько можно. Люди не спят. Дети гибнут. Старики гибнут. Это просто невозможно. Разве можно так жить дальше? Нельзя так жить. Я настолько являетесь человеком. Мне столько лет. Я никогда никого не винила. И тех было жалко, и тех. Вот пусть даже тем людям, которые там живут. Пусть им на уголах точно так же свалится. Которые нас считают сепаратистами. Ой. Все, девушка. У вас есть дети? Нет, дети нет. У меня, но у нас вот рядом девочка там. И погибли есть детки. И все, что хочешь. Невозможно. У меня уже взрослая девочка. Ну так нельзя. Ну как так можно жить? Это же, я понимаю, что это непостижимо. И они считают нас бандитами. Кто бандит? Это они там все бандиты. И те, кто стоят за ними. Кто сыновей своих посылает. Они бандиты. Они фашисты самые настоящие. Пусть им будет то, что нам. Потому что... Потому что... Описка. Продолжение следует...